Поистине сегодня день, конечно, очень торжественный, очень волнительный такой и очень-очень важный. У нас сегодня в гостях гости, сказал, да, как интересно, да? Вот, у нас сегодня присутствуют гости и очень важные, очень такие знаменательные. Я хочу представить вам, Владыка Ефрем, провектор духовной семинарии. Священник Дмитрий Ильич, а молодого человека вы не можете ставить, все понятно. Значит, я хочу сказать, что вот за 30 лет работы в техникуме, даже больше, вот такая встреча у нас впервые. Это именно очень знаменательная. Потому что такие встречи очень нужны, они очень важны, они очень полезны. И в ленте они всегда приносят счастье. Вот, значит, я хочу пригласить на сцену Владыка Ефрема, провектора духовной семинарии. Добрый день, дорогие преподаватели и студенты. Разрешите вас поприветствовать от имени Хабаровской духовной семинарии, учебного заведения, которое работает в Хабаровске с 2005 года и готовит священнослужителей для Дальнего Востока Российской Федерации. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы отметить Татьяне день. О том, кто была святая Татьяна, ведущие уже сказали. А почему именно день ее памяти, 25 января, выбран днем студента? Потому что в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. В этом университете был освящен храм в честь святой Татьяны, и она была избрана небесной покровительницей всех, кто учат и учится. И сейчас мы, когда уже современные люди празднуем ее день, впечатляемся удивительным ее подвигом. Вот она была девушкой, которая служила в храме, которая воспитывалась благочестивой семьей, которую за веру взяли и посадили в тюрьму. По ее молитвам падали языческие идолы, мучители не знали, что с ней делать, потому что видели какую-то неведомую силу, которая была у этой хрупкой юной девицы. И все это было благодаря, возможно, тому, что она была человеком, серьезно относящимся к себе, к окружающим, и эта серьезность давалась ей верой в Бога. И что современному человеку можно извлечь из вот этого краткого исторического жизнеописания? То, что если мы хотим быть людьми что-то значащими в этой жизни, серьезными, то мы должны прежде всего относиться серьезно к себе, не ставить перед собой целей таких, которые неинтересно достигать, не становиться частью серой однообразной массы, а достигать определенных целей в жизни, получая профессию, стремясь созидать свою семью, почитая своих родителей, потому что в этом залог долгоденствия и успеха, удачи человека на земле. И смотреть на все происходящее вокруг нас не так, как подвигает нас к этому общепринятая в современности серость. Смотреть на все происходящее вокруг с той точки зрения, чтобы отвечать на вопросы, кто я, зачем я живу, что я хочу достичь в этой жизни, что я могу сделать. И вот если с таким созидательным настроением и устроением человек, а в особенности молодой человек, живет, то это дает ему силы, это делает его гораздо ярче, успешней на фоне других людей. Если он просто проживает свою жизнь, то, как правило, в 30, тем более в 40, и не говорю уже в 50 лет, он обнаруживает, что является человеком одиноким, ничего особо не сделавшим в жизни, и очень часто расстраивается. Если человек, который вступает в взрослую жизнь, стремится его созидать не на грехах и беззакониях, а на чем-то серьезном, правильном, основательном, то это дает ему силы быть, вот как говорят, говоря современным языком, человеком успешным. Поэтому в сегодняшний день вам хочется пожелать, чтобы у вас был только положительный и созидательный настрой, чтобы все ваши цели и желания были полезны для вас, чтобы все в вашей жизни исполнялось так, как необходимо для полноценного ее проживания, и чтобы все ваши отчаяния, надежды, благие желания, молитвы с Божьей помощью обязательно исполнялись. Не забывайте о том, что святая Татьяна покровительствует всем вам, пока вы учитесь. Не забывайте о том, что в молитвах, в мыстях ее можно попросить не только об учебе, но еще и в личной жизни. И не забывайте потом поблагодарить, когда вы явно почувствуете помощь от святой, от Бога, и пусть это будет вам для укрепления ваших сил, для вашего здравия душевного и телесного, для того, чтобы вы полноценно, ярко, серьезно прожили в такой короткий отрезок Татьяна, который называется земной жизни. Старайтесь, Николай.